Привет, замечательный город Владимир! Так, всем привет! Извините за опоздание, ужасно рада, наконец-то приехал, Леонид, начинай! Так, доброе утро! Ну мы, конечно, очень впечатлены, у нас вообще рабочий день. Все здесь, это очень здорово. Начинаем открытие штаба, незамедлительно и не откладывая. Итак, мы опоздали, сначала по пробкам, потом еще на посту нас. Немножечко придержали, но добрались и очень рады вас всех сегодня здесь видеть. Мы открываем 20-й штаб компании Алексея Навального. Ютилейный! Ура! Если не думать о том, что еще 57 осталось, то вообще хорошо. 20-й штаб, город Владимир, первый наш штаб в Центральном округе, между прочим. Первый штаб вот в этом турне по центру России. И первый из тех штабов, которые для нас самые важные. Объяснимо почему. Вы знаете, нам надо собрать 300 тысяч подписей, не более чем по 7500 из региона. Не более чем по 7500 ключевая история. В городах-миллионниках, там в Москве и Петербурге нет проблемы с соберем, но в городах-миллионниках всего 15 человек. Дальше, где еще собирать? Магадан, Южно-Сахалинск. Разоришься летать и очень дорого, тяжело. Грозный Махачкала, там есть определенные проблемы. А на самом деле, серьезно, если посчитать, у нас всего 85 регионов, и на самом деле, если посчитать те регионы, в которых там, ну, там, Чукотка, Ненецкий округ и так далее, где ну просто никакого разумного сбора подписей устроить невозможно, то ты понимаешь, что главное, где можно вообще собирать подписи, это вот такие регионы Центральной России. Все многочисленные вокруг Москвы и так далее. Миллионники-то дадут, а здесь это будет сложнее, и поэтому нам очень радостно, что столько людей сегодня пришло, и там, не меньше, чем в ином городе миллионники на открытии, что мы здесь тоже от штаба открываем. Потому что, на самом деле, основная нагрузка, вот именно там, по выполнению этого плана, по сбору подписей, она ляжет на такие регионы, как Владимирская область, на такие города, как Владимир, ну и мы на вас очень сильно в этом плане рассчитываем. Штаб. Двоянская, опять, дробь один, самый центр города, надеюсь, удобно в плане, там, транспортной доступности и заметности, запомните этот адрес, станет главным политическим адресом Владимира на ближайший год. Алексей Ефремов, многие его знают, кто не знает, посмотрите. Координатор Владимирского штаба. Ты единственный начальник штаба, извини, Волков болезненно к этому относится, он один начальник штаба. Дело не в этом, дело в том, что у нас нет должности, там, начальника регионального штаба, должность называется координатор, по сути, той деятельности, которую региональному координатору надо будет решать, делать. Смотрите, вот нам сейчас тесно. Тесно почему? Ну, потому что, вот, мы сняли такое помещение, которое нужно для работы. Мы, там, у нас есть определенные нормативы, там, в городах, там, с населением от 200 до 500 тысяч человек, мы снимаем помещение такого-то масштаба. Мы ведем компанию на те деньги, которые вы нам присылаете, которые люди жертвуют. Вот мы сейчас собрали около 40-41 миллиона рублей пожертвования, вот мы их тратим на, вот там, аренду офиса. Поэтому нам тесно, но зато, я надеюсь, вы понимаете, что мы пытаемся эффективно использовать те ресурсы, которые вы нам даете. Других у нас нет. Так, то же самое и с координаторами. У нас, там, по два человека, по три человека обычно работают в штабе на такой регион. И два-три человека во главе с координатором, они не обегают весь Владимир, листовки всему Владимиру не раздадут, и, там, стикерами все не обклеят. Они только могут помочь вам, скоординировать вас, сделать так, чтобы вы это сделали. То есть задача штаба, задача Алексея, координация. Задача ваша будет заключаться в агитации, в сборе подписей, в подготовке наблюдателей, во всем остальном. А штаб будет вам в этом помогать. Потому что все ужасно разные люди, да? Мальчики, девочки, разного возраста, разного рода занятий. У всех сильно по-разному со свободным временем. Кто-то летом уйдет на каникулы и три месяца не знает, не будет знать, чем себя занять. Кто-то, ипотека трое детей и есть 15 минут в день свободных, и то не каждый день. Все по-разному. И это будет первая задача штаба, первая задача координатора. Вот в ближайший месяц, не знаю, с каждым встретиться, уже не в таком формате, а с каждым индивидуально поговорить и понять. Там ты, 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 вы, ты. Кто, чем, как хочет помогать, может помогать. И способен помогать. Кто-то обклеит машину автонаклейкой, кто-то будет раздавать листовки у себя в доме, кто-то готов морально к уличной агитации, тогда штаб расскажет, как это делается. Кто-то хочет делать что-то полезное в интернете, и штаб расскажет, какие есть для этого возможности, и поможет это сделать. Кто-то поедет на лето к бабушке в Муром, в Ковров или в Кольчугино, и хочет там что-то делать, и ему, значит, дадут там, соответственно, пачку материалов, инструкций, и расскажут, как сделать Кольчугино великим снова. Вот это первая задача, задача Алексея и штаба, и из вас, из нас собрать агитационную машину, равной которой ни у кого больше нет. У нас сейчас зарегистрировано, вы знаете, на сайте 90 тысяч волонтеров, ни одной политической силы в России нет, 90 тысяч волонтеров в стране, ни одной политической силы в России нет, там, 300 волонтеров в городе Владимир, из которых 150 здесь приходится. Это наш способ победить вообще, и победить, в частности, ту пропагандистскую машину, которая нам противостоит. 90 тысяч волонтеров, это значит, что можно в день раздать 9 миллионов листовок. 9 миллионов. Ну вот, я сам раздавал листовки много раз, 100 листовок, работа на 2 часа, если ты в центре города стоишь. На 9 миллионов листовок, которые мы раздаем, это в 2 раза больше, ровно в 2 раза больше, чем аудитория самой рейтинговой программы на Первом канале. То есть, вышли один день, пораздывали листовок, все, Киселев, Соловьев плачут в сторонке, и им грустно и плохо. 90 тысяч волонтеров, это возможность там с миллионом людей за неделю поговорить лично, там, с глазу на глаз, их в чем-то переубедить, поспорить, то есть там не листовку дать, а развернуто поговорить. И комсомольская правда, аргументы и факты, и московский комсомолец сворачиваются в трубочку и ползут на свалку истории. То есть, тут надо только в себя поверить. Нас достаточно, чтобы всех переагитировать, чтобы всем обо всем рассказать. Более чем достаточно. Ну вы сами видите, наверное, если кто видел 2 недели назад, да, цифры Левады, мы только начали, выпустили важный, но первый фильм в рамках кампании. Мы открыли первый, к тому моменту, 15 региональных штабов. Это уже дает... Никаких там хитрых комбинаций, там, не надо никого обманывать, не надо называть вещи не своими именами. Но если ты просто идешь и агитируешь, просто идешь и разговариваешь с людьми, то люди переубеждаются, не все, но многие люди умные и готовы слушать. И ситуация политическая меняется. То, что мы делали в Москве в 2013 году, нам предстоит сделать сейчас вот по всей стране. То есть мы там тоже начинали с рейтинга 3%, переехали к 30%. Сейчас у нас год впереди, вся страна штабы скоординирует и научит, а вы сделаете, это может показаться страшным, непривычным, необычным. На самом деле это только так и работает. Ты идешь и разговариваешь с людьми, люди тебя слушают и все получается. Вот, поэтому первый месяц Алексей будет разговаривать со всеми и собирать из вас всех замечательную агитационную машину, поняв, что каждый может делать, чему каждому надо научить, в чем каждому помочь, подсказать. И потом потихоньку она поедет, мы пойдем, начнем агитировать, разговаривать. В это время штаб займется второй своей важной задачей, проверкой уже собранных подписей. Нам надо во Владимире по плану, 3 тысячи стоит? Да, 3 тысячи. Сейчас у нас около 1800, может быть, треть работа сделана. То есть вот эту тысячу человек, которые уже на сайте зарегистрировались, пообещали оставить подпись. Алексей будет тоже так же по одному приглашать, брать согласие на обработку персональных данных, все проверять, внимательно выверять, по всем базам проверять, готовить эту подпись уже к обработке. И у него уйдет на это еще 3 месяца, может быть. Вдвоем они будут работать, с этой тысячей человек разговаривать. А за это время ваша задача будет еще 2 тысячи подогнать. И все у нас получится, путем, путем, путем агитации. На словах звучит просто, на деле есть определенные нюансы, но нет таких сложностей, с которыми мы идейные, мотивированные люди, которые хотят сделать страну лучше, не справились бы. Вот основное, что я хотел сейчас сказать именно в плане организации работы штаба, чтобы вы понимали вообще, зачем это помещение, зачем мы вас сюда позвали и что будет происходить. Будет происходить координация работы с волонтерами для достижения тех агитационных задач, о которых мы все время говорим. Рассказать о кандидате, рассказать о программе, рассказать о том, какой мы видим нашу сторону, и собрать эти самые пресловутые подписи, которые необходимы для допуска Алексеев выбором. Это абсолютно решаемая задача. Я уверен, что все у нас получится, просто потому, что я смотрю, сколько вас сюда сегодня в пятницу подошло, и все получится точно. Вот. Это техника. Самое главное, однако, это не техника, а содержание, поэтому я скорее радостно передаю слово Алексею Навальному, кандидату в президенте Российской Федерации. Спасибо большое, Леонид. Кто докрутил, между прочим, важную ключевую ошибку в своем выступлении? Кто заметил, что Леонид сказал в корне неправильно? Мы должны собрать подписи для того, чтобы Алексей вел свою компанию. Это компания чья, Леонид? Не Алексей, это чья компания? Это наша общая компания. И мы подписи собираем для себя. Алексей горд быть частью того большого движения, которое все мы с вами вместе организуем. до того, как я начал. Руслан, а там еще стоят эти нодовцы? Когда я заходил сюда, я слышал, Навальный пьет кровь Майдана. Что они сказали? Что делает? Тащит кровь. Давайте разрешим нодовцу зайти и задать мне вопрос. Кто за? Они приезжали за пикет. Выйди, выйди и скажи. Навальный передал, каждый получит 10 тысяч евро. И обратился в суд. Значит, еще раз извините за такое неудобное время. Местная пресса наверняка напишет, но понятно, у Навального все хипстеры бездельники, поэтому они назначают 11 часов рабочего дня. Ужасно рад к вам сюда приехать, потому что Владимир так активно попадал последние дни в федеральную прессу. Сиди со мной. Ну, это знаете, как там рок-звезды проезжают, у них на разогреве кто-то наступает. Вот ваши... Какой-то чиновники вашего университета были на разогреве. Сегодня я пока ехал в машине и прочитал про полицейского вашего. У меня сразу вопрос. А кто был на той самой встрече студентов? Вы были. И вы, наверное, выложили это видео. Не будем говорить. Это же секрет. И как вообще реагировал народ? Вот вы были на встрече, где согринали всех студентов, и им рассказывали про то, что, значит, кровь Майдана... А, вы представитель НОТ? Тогда хорошо, мы дадим вам возможность задать вопрос. Так скажите, вы были на встрече студентов с руководством вуза, и там рассказывали, значит, об этом. Это было не руководство вуза, это были сторонние представители правовой школы по борьбе с экстремизмом. Ну, и самое главное, народ как реагировал? Отрицательно. Отрицательно на что? Ее чуть ли не на штуке там не повесили в конце, потому что она... Хорошо, что не повесили. Она реально приятно поднесла и компот. Вот на самом деле, это важнейшая вещь. И мы видим, что сейчас происходит перелом в ситуации. Потому что же долгие годы, 17 лет, вот эти люди, они приходили на различные собрания. И врали там, глядя всем в глаза. Но в основном народ, ну, либо поднимал плечами, либо кивал, либо понимал, ну, врут, ну, ладно, что я буду говорить. Но сейчас это все меняется. Кто вы воспринимать это вранье? Почему? Ну, потому что прошло 17 лет. О чем-то в 2005-м можно было врать. Можно было в 2009-м году рассказывать, что правильно у регионов забирают все деньги, потому что это снижает риск сепаратизма. Заберем все в Москву. Но в 2017-м году это вранье уже не работает. Уже нет такой аудитории. Я не претендую на то, что, значит, меня в любой аудитории поднимают на руки и качают. Но нет такой аудитории, куда приходит власть, врет, и им просто вот так кивают головой и говорят, вы все говорите правильно. Именно поэтому, они уже, обратите внимание, даже какие-то свои лояльные собрания не делают. Они в целом не собирают народ никак. Они отменяют выборы любого уровня, потому что эта власть обанкротилась, и всем это видно. И самое главное, зачем мы ведем кампанию, потому что не хотим жить в стране банкротии. Верно я говорю? Да! А представитель национально-освободительного движения, или вы хотите задать критический вопрос мне? Нет, я хочу пока послушать. А хотя, пока послушайте. Ну просто, вы знаете, что у вас есть возможность, значит, для критического вопроса, или краткого критического выступления. Я рад, что вы пришли, поэтому поднимайте руку. А может, у него благожелательная история? Ну, благожелательная, может, я вас агитирую, да? Такого исключать тоже нельзя. В мире ничего исключать нельзя, верно. Например, в мире, и хотелось бы, чтобы в России нельзя было исключать такое вещи. Ну, вы знаете, что в Москве сейчас идет программа реконструкции пятиэтажек? Да. Три триллиона рублей. И я ехал сюда, по Горьковскому шоссе, и проезжал, вы знаете, там такие двухэтажные домики, трехэтажные, пятиэтажные. Это же руины. Просто руины в одном из самых древних городов России, куда возят туристов, которым мы вроде формально гордимся. Город находится в руинах, город в вашем хорошем состоянии. Здесь есть аварийные дома, вы мне скажите. Кто-нибудь планирует делать капремонт в ваших аварийных домах? Нет. Я хотел бы, чтобы случилась простая вещь, чтобы деньги, которые в стране собираются, которые в том числе и здесь собираются, они распределялись, ну, как-то более-менее равномерно. На то, на что они собираются? На то, на что они собираются. Чтобы кто-то решил, ну, как-то нет у нас такого, что есть граждане разных сортов. Вот, ну, я сам москвич, да, но и москвичи ничего от этого же не получают. Эти деньги, которые высасываются со всей страны, они собираются в Москве, они просто разворовываются. И на этом фоне в 21 веке, в 2017 году наша страна не может решить элементарных проблем, которые решены во всем мире. Даже в странах третьего мира, в всех странах Восточной Европы, ну, по крайней мере, проблемы дорог решены. В большинстве африканских стран проблемы дорог решены. Такой вот чудовищной ситуации с капитальным ремонтом зданий, нет, не знаю, в Албании не существует. Ни в одной стране Прибалтики не существует такое. Вот только у нас мы смотрим, значит, на эти руины и продолжаем говорить, ну, стабильность. А говорит ваш губернатор, главное стабильность. Вот кто-то, я сегодня утром видел потрясающее видео, да, что хотят раскачать нашу стабильность через здравоохранение. Ну, вы мне скажите, здравоохранение-то нормально по Владимирской области? Ну, вы молоды еще, к счастью, чтобы много знать про проблемы здравоохранения. Ну, была бы более взрослая аудитория, я знаю, что я бы спросил, бы легко записаться у вас здесь на УЗИ. И мне бы сказали, месяц нужно ждать. Ну, вы сами знаете, больше месяца нужно ждать. 21 век. Мы, Гарди, полтора месяца. Мы продали нефть и газа на 3 триллиона долларов и не можем в областном центре людям поставить УЗИ. Поэтому у нас и продолжительность жизни такая. Но когда люди об этом говорят, что мы недовольны этой ситуацией, губернатор заявляет, что? Ну, хватит раскачивать лодку-то через здравоохранение. Это нормальная ситуация? Нет, конечно, нет. Поэтому наша компания, на самом деле, она, ну, по сути, состоит из набора банальностей. Вещей, которые лежат на поверхности. Ну, просто я приезжаю везде, и мы друг друга, в общем-то, говорим, но вещи просто очевидные. С ними спорить невозможно. Ни один человек, не знаю, единоросс, нодовец, кто угодно, те, которые кричали, что я там с кровью Майдана что-то делаю. Они же тоже, по сути-то, с нами согласятся в каждом слове. Просто многие из них врут сами себе. Многие из них обманывают сами себе. Ну, некоторые из них получают деньги. Но самое главное, и это самое главное, что мы должны победить в нашей избирательной кампании. Вот я хотел бы на этом свое выступление закончить и перейти к вопросам. Люди боятся поверить в то, что в России, возможно, нормальная жизнь. Они реально вычитают, что наша страна обречена. Это бесперспективняк. И даже не думайте поверить в то, что у нас может быть что-то нормальное. Какая в России нормальная, счастливая жизнь? Да невозможно. Прекратите об этом говорить. Никогда мы нормально не жили. И пусть дети наши нормально не живут. Зарплата никогда у нас не будет нормальная. Везде спрашиваю, здесь спрошу. Какая зарплата средняя в городе Владимир? 25. Официальная? 25. 25 тысяч официально. Вы в это верите? 12 тысяч по факту, да. В районах получают 12 тысяч богатств. Хорошо, давайте даже про город. Вот вы сами считаете, какая средняя зарплата здесь реальная? 20 тысяч. 12 тысяч. 13 тысяч. Три часа езды от Москвы. Регион и по всей... По экономической науке. Поздравляю. Здесь должен... Регион, в котором средняя зарплата должна быть, ну, может быть, немножко уступать московской. Мы приехали во Владимир, вы говорите... 18. Я уверен, что сегодня я окажусь в Иваново, но... Заработную плату по Росстату, потому что там среди... И вот я и говорю о том, что... И, к сожалению, многие люди пытаются убедить сами себя. Невозможно в России... Ну, что это... Вот это их стабильность. Для нас это означает, ну, такой бесперспективняк. Жили, воспитаем детей и умрем нищими. И ни у кого нет никаких перспектив. Единственная перспектива здесь во Владимире какая? Ну, уехать в Москву, наверное. Правильно? Да. И во всей стране так. Все так и делают. Но это нормально разве? Нам-то нравится такая страна или нет? Нет. Нам нравится это государственное устройство или нет? Нет. Мы хотим это изменить? Да. Для этого мы и ведем избирательную кампанию. Мы убедим всех наших прекрасных людей. И это работает, это сработает. Что можно жить лучше. Что вообще нам ничего не мешает лучше. Деньги у нас по-прежнему есть. Большой внешней угрозы у нас нет. У нас образованное население. У нас какая-то инфраструктура осталась. Но какие-то все равно фабрики, заводы есть, промышленность есть. Ничего нам не мешает жить в пять, в десять раз богаче. Ничего не мешает сделать так, что зарплата стремилась к 80 тысячам. Не мешает ничего. Видите здесь, какой пароль вай-фай? Уже вся не работает. Наверное, потому что неудачно выдумали. Потому что вся страна знает о том, как крадут. И все молчат. И вот наша избирательная компания... И когда мы придем ко всем остальным, мы все... И когда мы придем ко всем остальным, мы все... Значит, как-то я вас убедил... И остальных. И своих родственников, и... Что компания наша опирается на здравую... Правду. Я вас еще раз приветствую здесь, друзья мои. Я рад с вами быть здесь. Я уверен, что мы добьемся победы. Спасибо большое. Готов отвечать на вопросы. Да. Вы не созрели? Алексей, у меня есть... У нас в России давненько работает одна ОПГ с некто Килрилом. Он же по прозвищу Патриарх выступает. Сейчас на состав наговорить. Смотрите, смотрите, следите. Как вы планируете... Я знаю, что вы человек православный, но не воцерковленный. Вот. Как вы планируете бороться, ну, действительно, с оккупацией? Потому что церквей у нас строится намного больше, чем сносится шкопа. В общем, они отжимают очень много и не хотят... Ну, смотрите. На самом деле, нельзя сказать, что они... К сожалению, что они отжимают много. Но церквей-то брошенных огромное количество. А отжимают они только те, ну, как собор в Петербурге, которые приносят деньги. В Питере-то отжимают не собор же, Исаакиевский. В Питере отжимают 1 миллиард рублей, который прилагается к Исаакиевскому собору в виде сборов туристов. Я считаю, что не нужно ничего изобретать. Нужно просто выполнить то, что написано в законе. Государство должно быть отделено... Прекрасно, верующие, замечательно. Мы вас любим. Статистика официальная показывает... ...в крестных ходах по стране. Принято... ...вот они, реально... ...вот они уничтожаем, и... ...чинуши, которые, значит, вообразили себе, что они сейчас должны нас всех запрессовать, уничтожать свободу слова. ...вот они уже даже не просто от церкви, а от бога к нам должны обращаться. Ну, конечно, эти люди лицемеры и жулики. Государство не должно туда лезть. Я везде говорю, здесь повторю. Я верующий в моих чувств... ...чувствах верующих. Эти законы должны... ...а... ...сама верующие, прихожане... ...счастливы и все довольны. Вот так это должно решаться. Давайте я вам все-таки... ...кратко только. Вы представляете ног или нет? Я еще раз говорю. Я согласен с установками ног. Да. Заходите, залезайте. Только коротко. Зайду. Давайте же. Ну-ка, представьтесь. Сергей Глумов. Сниму. Да. Я заявляю сразу, что я противник понимания сути вопроса, как хочет решить уважаемый Алексей, решить те вопросы, которые он вам озвучил и довел до вас. Я явный противник этой ситуации, потому что первое, исходя из выступлений Алексея, дальше я ходить не буду, то есть что-то выдумывать. Да-да-да. Я считаю, что до тех пор... Кстати, я союзник того, что он хочет сделать нашу страну процветающей, мощной и, естественно, той страны, где будет... Ну, вообще... ...будет немножко... ...четко... Ну, у меня на такой поставлен голос. Угу. Значит, будет четко определено... ...да, в истории развития России, четко благосостояние человека одна из главных направляющих деятельности государства. Сергей, я вас сразу спрошу. Вот вы сказали, начали с... ...решить проблемы. А я... ...вы начали у вас. Значит, вы говорите, что внешней... ...я сказал, большой внешней угрозы нет. Большой, но фактически нет. Я, может быть, интерпретирую слова. Вот я хочу сказать, почему вы так считаете, Алексей? ...вам прямо на примере Владимирской области. Объясняю. А внешнюю угрозу, как я ее вижу, значит, отсюда жить... ...в Москву. А сюда приезжает кто? ...в Москвой. ...близный, блин. ...менее политкорректно сформировано... ...сформировано... ...зачем этот националист? ...правильно! ...люди, когда... ...в Москвы должны оформлять себе визу. Здесь население замещается приезжими со Средней Азии. Вы... ...вы... 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 ...довольно часто мы видим, что с... ...в... ...внешнюю... ...ваша любимая власть в лице Владимира Путина. ...в... ...в... ...введем хотя бы визовый режим. ...хотя... ...я не хочу закрыть... ...границу Средней Азии... ...корая есть между Россией и Германией, например. ...но вы... ...то... ...за 17 лет... Такая ситуация с мигрантами случилась Это извините, не только Владимир Путин Виновата Единая Россия Виновата губернатора Потому что вы их поддерживаете Путина Или Государственную Думу Ведите визовый режим Единая Россия говорит Сейчас губернаторов вы избирают? Муниципальный фильтр знаете про такое? Если вы считаете, что Выбранность губернаторов То спасибо вам большое К сожалению, оно не реализовалось И губернаторов в России не избирают Это нормально выбирать губернаторов? Абсолютно Я считаю наоборот Считайте наоборот Спасибо большое Спасибо большое Значит, но тогда, ребята Спасибо большое, что Это тоже важная вещь Поднимите руку Слишком тупым, чтобы Я могу Это тоже не идиоты Нормальные люди Этим людям вправе Избирать губернатора И мы говорим фразу Ну как в нашей стране Избирать губернатора? Боже мой Ну это же, посмотри Так нельзя говорить Это оскорбительно И да, наверное Это сущностное Различие между И властью И властью Потому что я считаю Что в России живут Нормальные люди Они не глупее Не тупее Не злее Не агрессивнее Чем все остальные люди На планете Земля Они хуже, чем в Финляндии Они хуже, чем в Канаде Они могут себе избирать Мэра и губернатора И мало того Я на 100% уверен Что избранный Губернатор Или Губернатор Владимирской области Или избранный Мэр Владимира Будет, конечно, работать Лучше Чем назначенный Сити-менеджер Вот я в это верю И хочу В нашей избирательной Компании Объединять тех Кто в это верит И нас на самом деле Даже по вопросам в ЦОМа Большинство Следующий вопрос Алексей, можно? Давайте сначала вы Потом вы Сейчас в СМИ Очень много Объединенных сюжетов Про вашего соратника Директора ФКТ ФКТ Фонда борьбы с коррупцией ФБК Сколько-сколько? 25 миллионов Блин, жалко есть Нет Рубанова Знаете, как Буратино ловили Так трясли А из него Сыпятся деньги Значит Я понял вопрос А также в этих СМИ Показывали достоверную Переписку с украинских Серверов О том, что я являюсь Агентом Фридомом Знаете, да? А когда я подал В суд на это Мне суд сказал И это прям в бумажке написано Что мы не можем Удовлетворить иск Навального Ведь его назвали По телевизору Агентом Фридомом Что в переводе означает Агент Свобода А это не оскорбительное название Лучше Агент Свобода Лучше Агент Свобода А еще По этому же телевизору Достоверные скриншоты В Интакте Где мы обсуждаем Как заказать проституток В штаб Значит В подробностях Как мы с ними будем веселиться Вот эти, знаете В том-то и дело Что у нас Главный инструмент власти Это достоверные скриншоты И Кроме Идите в топ Ютуб Там лежит классный ролик Наверное доказывается Что я Гитлер Мне вчера Олег Шейн Депутат Госдумы Хороший человек Из Астраха Я получаю от него Эмейл Алексей С днем рождения Он видел Что вчера в Твиттере Все меня Ну я же Гитлер Вчера был день рождения Гитлера Мне все пишут С днем рождения Я мне прислал С днем рождения Он подумал Что у меня день рождения Ну вот так они и действуют У них есть скриншоты Этими скриншотами Они пытаются нам доказать Что значит мы плохие А они имеют право воровать С этой стороны был вопрос Вы так и не ответили на вопрос Кто поднимал руку? Идите к нам Я маленький Меня видно На трибуну подним Нет, нет, спасибо Я человек скромный Алексей Вопрос состоит в следующем Вопрос состоит в следующем Я прочитал вашу предвыборную программу В которой, так сказать Хотелось бы обнаружить нечто Чего я там не нашел А именно Так сказать Программу Касающихся интересов Людей с ограниченными возможностями То есть я хочу говорить о следующем То есть идет о каких-то льготах Материальных там поддержках И так далее Речь идет о Понимаете Правах и дискриминации Людей с ограниченными возможностями Да То есть В России куча законов Относительно трудоустройства Да То есть Государство якобы Кватирует Рабочие места Но тут же есть поправка Что работодатель И С инвалидностью Да Управка Рублей Человек пошел Вон Теперь дальше Вчера смотрел В интернете Порядка По-моему 12700 С копейками В общем Миллионов людей Имеющих Да То есть это Понимаете Люди Ваши потенциальные избиратели Которые загнаны Я не знаю Не то что под плинтус То есть люди Не заведены до уровня скотов Так Теперь Это вот вопрос первый То есть потому что Начиная с 89-го 90-го года Ни один кандидат Ни один президент Не представлял Интересы людей С ограниченными возможностями То есть люди имеют И высшее образование Да И так далее И так далее Но получить его крайне сложно Потому что Социальная база Полностью То есть она Со всех сторон закрыта Теперь вопрос Второй Это уже что касается Фонда борьбы с коррупцией В 2011 году Официально Тоже есть информация В интернете Была запущена программа Доступная среда Вы можете о ней почитать Да я знаю конечно Да То есть было выделено Порядка Она идет С 2011 по 2020 год Было выделено По-моему Около 4 Там По-моему 450 60 миллиардов рублей Да На всевозможные средства Нужной дороги Там Я не знаю Да То есть сейчас 70% людей Опрошено Потрачено уже было 68 миллиардов Люди по всей стране Говорят Ничего не произошло Ничего не Где деньги То есть вот Я хотел бы Выслушать вас Что вы думаете По этому поводу И прям Мы так сказать Я являюсь Так сказать Выбор Которые можно Поговорить Позже Да Вот как Евгений Евгений Это Совершенно верно Да Я получал высшее образование Средний Профессиональный И это Чистая правда На самом деле В стране Количество инвалидов Измеряется Миллионами У нас есть Проблема Связанная с тем Что Многие Оформляют Своя инвалидность Чтобы там Какие-то льготы Получить Под плинтусом Я на московских выборах Часто встречался И люди Ну там Инвалид Колясочник Молодой парень Травма Поломанная спина Живет на пятом этаже Лифта нет Он говорит Я живу В своей квартире Потому что Моя старушка Мать не может Меня Восьмидесятикилограммового Мужика Вместе с коляской Спускать по лестнице Поэтому Один раз в полгода Добрый сосед Меня спускает Я стою Около подъезда Типа До вечера Вот и все Мои прогулки В течение года Абсолютно нормальный Здоровый человек И таких реально Миллионы И сотни тысяч Но Евгений Вы ошибаетесь Говорят Что у нас в программе Этого нет У нас не написано Это детально Но главное И мы напишем Это у нас еще год Избирательной кампании Прекрасно Самое главное Что у нас написано Что мы хотим Перераспределить Куски бюджета У нас сейчас 40% бюджета Сдирает Что сжирает В том числе Военно-полицейские Расходы При этом Бюджет Этого года Еще и дополнительно На 30% Никто не понимает Что там происходит При этом Социальные деньги По количеству полицейских Мы на первом Вместе в мире У нас С преступностью Хорошо все Разве Плохо По количеству Убийств Мы тоже На лидирующих местах По количеству Изнасилований Тяжких телесных Те деньги Которые тратятся Тратятся Довольно Бессмысленно И мы Уступаем На то Чтобы Эти деньги Были Распределены В социальную Сферу Образование Здравоохранение В социальной сфере В целом В том числе Инвалиды Почему Потому что Это выгодно Я и говорю Это Хочу понравиться Инвалидам И вы там Всем напишите Голосуйте За Навального Я считаю И расчеты есть Которые показывают Что это Выгодно Государству Выгодно Вкладывать деньги У вас Ограничения По зрению Но так-то Вы со всех сторон Здоровый человек Вам нужно Дать работу Чтобы Вы работали Обеспечивали себя Я был бы счастлив Правильно Так в этом И есть задача В этом Мое Принципиальное Расхождение С нынешней властью Она считает Что нужно Инвалидам Дать копейки Их поскольку Много По копейке Им дадим И не будем Им заниматься Я считаю Что выгодно Вкладывать в них Больше денег Всем кто хочет Получить работу И может получить работу Дать эту работу Они будут Зарабатывать себе Нормальную Достойную жизнь Они же будут Тратить эти деньги В этом Стратегия государства Должна быть Ну здесь Средства Это все Хорошо Все прекрасно Я больше Говорю о полноценной Интеграции Да Конечно В нормальное общество Ну посмотрите Здесь для нас Пример скандинавские страны Там Не интегрированы В общество Не востребованы Не там Не занимаются Не могут Встречаться С людьми Не могут Заводить семьи Может быть Один или два Процента инвалидов Все остальные Это абсолютно Нормальные Полноценные Члены общества Любой из нас Завтра может Остаться без руки Без ноги Ездить на коляске Да Но это же не означает Мы не хотим Семью себе завести Большинство Инстаграмов В любой западной стране Они создают Свои семьи Они даже Детей заводят И только Поэтому безусловно Да Это наш приоритет И мы Дополнительно Это все пропишем Но самое главное Мы выступаем Про федеральную Целевую программу Доступная среда Мы занимаемся Соболь Она вам бы рассказала Как она Несуществующие Пандусы В массах Как там же Просто все прописано Должны сделать В городе Владимире Бетонную стену Ну да Мы смеемся Но ведь это по сути Чудовищно И это происходит Не только во Владимире Это У нас была Целая Небольшая компания Мы ходили Должны были Быть поставлены Пандусы Там каждый За миллион рублей Их в большинстве Места Нету Сейчас в рамках Нашей общей компании Мы во Владимире Действительно В основном Эти деньги похищены Следующий вопрос Ребят Да Допустим Допустим В 18-м году Вы приходите В власти Допустим И Допустим Допустим Надеемся Дело в том Что меня интересует Экономическая Судебная реформа К сожалению До сих пор Не опубликован Ни один документ Именно системный И содержащий В себе Конкретный анализ Того Что Что вы будете делать С нашей судебной Властью Так сказать И опять же Что вы будете делать В экономике Потому что Смотрите Вот мы берем Даже к примеру Ту же самую экономику Вы говорите о том Что каждый человек Будет получать 25 тысяч рублей Но ведь Если вы посмотрите У нас 30% населения Это бюджетники Эти бюджетники Для того Чтобы оплатить им зарплаты Нужно 25 триллионов рублей И проблема состоит в том Что вы не сможете Обеспечить этих бюджетников Не отправив их на работу И проблема состоит Опять же в том Что у нас все заводы По Владимире Они Ну как будто Пережили бомбежку Понимаете И Если вы К примеру Установите такую планку То у нас малый бизнес Весь идет в тень Потому что никто Не сможет выплачивать Такие Такие крупные зарплаты Понимаете В итоге В итоге Ситуация такая Что конечно Очень хочется Изменить Россию И хочется Так сказать Многое Но зарплату Никому платить нельзя Нет Вот смотрите Я понял Я понял вопрос Отличный вопрос Спасибо большое Это действительно Довольно часто Я встречаю такую критику Меня критикуют Единая Россия Говорит что это Популистское предложение И меня критикуют Либертарианцы Да Которые говорят Вы наверное Представитель этого Экономического Что всем нужно Заработная плата Должна быть Абсолютно Рын В Германии Она установлена В Великобритании Она установлена В США Во всех развитых странах В менее развитых Посмотрите По душевую Минимальную Зарплату Долларов 500 долларов Это сколько? Это 30 тысяч рублей Если в Больше Значит в России Точно могут сделать А Это не нужно Никакие 25 триллионов рублей Это все пропаганда Либертарианцы Значит Не погодите Погодите Иначе я собьюсь С мыслей Потеряю свой запал И пафос Потому что Это действительно Важная вещь Но В моей программе Наиболее сложная вещь Для объяснения Потому что Нужно бороться с коррупцией Не верю Успечать Минимальную Зарплату Расчеты показывают Тоже Минимальную Зарплату 25 тысяч рублей Ваши Утоги Зарплатные И они только Выиграют От этого Они и так Получают Ну Каких-то Администрацию Президент Из них получает 25 тысяч Из тени Сейчас на зарплату Какой налог? Кто знает? 13% Конечно 40 Си Просто Мы в фонде Борьбы с коррупцией У нас это все по белому Дальше В черной кассе Кремля Я знаю Чтобы заплатить Еще 47 копеек Заплачу В бюджет Непонятно кому В фонде Который Действительно Бизнес Сможет платить 25 тысяч Крупнейший бизнес Промышленный Мой любимец Олег Усманов 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 Платительный комбинат И нам говорят Михайлов Скигок Но мы не можем Платить всем 25 тысяч Боже мой У нас не хватит денег И в этот же момент Чувак Евро Так что ему мешает Вывести это В офсоры Понимаете? Посмотрите сюда Когда я стану президентом Он ничего не вывезет Как он сбежит? Какой российский крупный бизнес? Компатизировали крупнейшие предприятия Нефть Вовшор Нефтеперерабатывающие заводы Невозможно Алюминий Большую часть этого всего Невозможно Что ввести Если мы Платили нормальные зарплаты Они Большую часть Налоги взять нету Усманова Пять Вложения Ты уже и рассчитал Я просто эту ситуацию изменю Они Они Зарплату Казки В Аргентине и в Чили Это случилось Потом к вам вернемся Много народа Я поддерживаю все уличные акции Пусть цветет миллион Я обожаю их Я считаю Что это важный механизм давления на власть Любые уличные акции У меня спрашивают Уважаемый Сергей Который здесь выступал Незаконный в том числе Сергей Не бывает незаконных уличных акций Поднимите те У кого есть паспорта Граждан Российской Федерации Конституция гарантирует им Право собираться Поднимите те Кто ходил на На митинг 26 марта Спасибо Поднимите руки те Кто ходил на митинг 26 марта С ружьем С гранатой С огнеметом Граждане России Имеют право собираться Мирно и без оружия Я даже не против того Что меня здесь пикетировали Имеют право И они люди Они никому не мешают Поэтому не существует Незаконных акций В какой-то момент Оружие может выстрелить Оно появится в руках И выстрелит Ну знаете как Из старого фильма Перевернул грузовик А вы ему говорите А если бы он вез патроны А ему ответили А если бы он вез макароны Ну блин Это понимаете Нет Мы же говорим Что они не имеют права Собираться Потому что вдруг Когда-нибудь Они будут не собираться А убивать людей на улице Значит у нас нет Ни одного прецедента Ни одного сигнала Ни одного указания На то что вот они Вдруг завтра Заходят убить кого-то на улице Все что мы знаем Про прекрасных жителей Владимира Это то что они Выходят Мирно Под мирными лозунгами Вот и все Нужно из этого исследовать Принимался Принималась Федеральная контрактная система Мне Мин Исходить из презумпции Добросовестности чиновника Хотя бы приходить Исходить из презумпции Добросовестности Просто нормальных людей Поэтому я считаю Что участвовать нужно Во всех акциях Мы конкретно Организационно Фокусируемся на акции 12 июня Кто пойдет на акцию 12 июня Ай молодцы А но Все остальные акции Там прогулки оппозиции Все остальное Ну если хотите Участвовать Да вы мажете рукой Можно два вопроса Первый Дайте один Потому что много желающих Можно селфи Сделать В конце Только в конце А это вот вообще реально Что у Романа Есть еще какие-то Левые считания Еще раз Какие Все это расследование Так называемое Основано На фотографии Google таблицы Ребят Ну что мы будем Анализировать Ну давайте спросите меня А правда ли я Агент Фридом А правда ли я С волком ввожу Проституток в штамп Ну это просто Тратить время Все это обсуждать Вопрос Как сделать так Чтобы выборы Были честнее Ну пожалуй Я начну с того Что вас всех Буду агитировать Идти наблюдателями На выборы Пойдете Ну вот и все А значит То что нынешняя власть Захочет выборы Фальсифицировать Это предположение Или правда Это правда Это факт Они иначе Это факт нашей жизни Иначе Без фальсификации Уже давно не могут Даже пропаганда Обман Ложь Роман Рубанов В телевизоре Чего угодно Даже это не дает им В выборах Только фальсификация Без фальсификация Поэтому Мы разумные Люди Они попытаются Их украсть Для этого Наблюдатели Которые смотрят В потолок А наблюдатели Которые бьются За каждой Мы не собираемся Ничего чужого Но и своего Как говорится Ни пяди Не отдадим Вот только Такими методами Да Там в конце вопрос Да Читок погромче В прошлый четверг Подполковник МВД Читал лекцию К экстремизму И конечно В блоге Алексея Навального Об этом написано уже Да Да Но вопрос Если что Это в комиссии Вы можете И в пост 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 написал уже Про это И видео ваше Повесил Да То есть это Еще одно Событие Но вопрос Не в этом Допустим Я убедил Человека В том Что Действующая власть Не справляется С помощью новостей Спасибо РБК Этому Как Но потом Мне задают вопрос Почему мы должны Доверять Навальному То есть Он идет Только из-за денег Как я мог бы Отвратить Да Телевидению Благодаря Прекрасно Я не был Ходят за моей Семьей И сидят И снимают Че вы смеете Это правдивая История Мы реально Арендовали дом Там где-то Черт и где На осень Они снимают Выложи Сколько у меня денег На чем я езжу Что я Тра Рассказано И видно Что Денег у меня нет Это первое Второе И самое главное Избирательная компания Не для того Чтобы Навальный Стал президентом Это избирательная компания Для того Не за Навального Голосует Бабушка Или родственник Голосует За то, чтобы инвалидам Быть частью Частью этого всего Но Я бы здесь выступал Перед одним человеком Или перед пустым Моей Много людей И вот За эти идеи Инвалидировать А про меня Покажите Покажите им Видео НТВшное Покажите как Роскошно Вдохновального В Великом Новгороде Вдохновенного Понятно Да Там очень хотят Че, че, че Не то что Речь о мусоро-перерабатывающем Заводе Мусоро-сортирующем Просто Как вы Собираетесь Экологии Собираетесь Решать вообще Собираюсь Решать вообще Экологию Знаменитые фотографии Трубы Коптит И так далее И там Строят гор На обогателе А Ряд Люди Непосредственно Рядом с водозабора Город стоит на ушах Нарушается А власти Просто наплевать Потому что Проблема экологии Да В крупнейших городах мира Статью Не британские ученые доказали А реальные Да Постало Снова Можно Ну не пить воду Но по крайней мере Там на безом Многие считались Мертвыми И в России Можно решить Просто Эти люди Владельцы Крупной промышленности В первую очередь Они должны Выправить Написано на бумаге Городские администрации Которые канализации Сливают в реки Чувствуют это все На своей шкуре И я знаю Что они нарушают Нормативы по выбросам Они нарушают Там нормативы По времени выбросов И так далее Они просто постоянно нарушают Почему? Потому что они платят взятки Любая экологическая инспекция Их прощает Потому что они платят взятки Поэтому и коррупция В том числе Борьба с коррупцией Этому поможет Нужно выполнить это все Я могу сказать Что на самом деле У нас ничего не с Канализацией Но сама станция Очистки Находится в очень плохом состоянии Вы готовы заняться этим? Готовы восстанавливать? Ну конечно да Но это же Вам просто из крана Нальют воды И бесплатно принесут Там везде В каждом городе Можно пить легко Воду из крана Здесь можно пить воду из крана Вот так вот без фильтра Ну проблематично Прямо скажем так Поэтому это безусловно Так что водопроводная вода Там какая-то базовые реки Вопрос сюда Потом вот Человеку с миллионом табличек Вы пожалуй заговорили о неравенстве И это на самом деле очень здорово Потому что Россия Это страна чудовищного неравенства От которого Страны с огромными Страны с небольшим неравенством Как например скандинавтические страны Это демократические страны Но вместе с тем Чувствуется определенная непоследовательность Вашей программе Например вы говорите о том Что с олигархов нужно взять Всего лишь разовый налог После чего они продолжат владеть своими заводами Иметь возможность Нет демократии в стране В которой Голос нас простых людей Он совершенно неравнозначный Может быть имеет смысл Как-то перевести Корпорации Нефтяные вышки Вот подобные вещи Как вас зовут? Виталий Виталий Вы совершенно не правы Вот Меня критикуют За то Что Я делаю пугал И хочу их там чуть ли не съесть на завтрак Я Ну Действительно Если честно Немножко хочу их съесть на завтрак Я считаю Что они Абсолютно вреды В нашей программе Есть компенсационный налог На итоги приватизации В нашей программе Есть запрет на использование офшорных компаний Для минимализации налогообложения В нашей программе Есть положения Которые запретят Прятать конечного собственника предприятий В этом смысле У нас наиболее Антиолигархическая программа Почему? Потому что вы абсолютно правы Это безумие Когда 84% Национального богатства Принадлежит 0,1% населения Такая страна не будет развиваться Никогда Здесь никто не имеет перспектив Никаких Если все сконцентрировано В одних руках Поэтому Безусловно Там Ликвидация олигархов Как вот Институт И это не рыночная экономика Олигархи К капитализму К нормальному Не имеют ни малейшего отношения Поэтому Ваш упрек Хорошо, что вы спрашиваете Не смогут Подкупать СМИ Например Просто они Это будут Не дали Да я буду президентом Не смогут Не смогут Все, кто покупает СМИ Я даю торжественное Обещание Жителям города Заказные статьи Это то, что Разрушает общество Поэтому Безусловно К этому нужно Относиться Так Средства массовой информации Это не просто Какой-то институт Это важнейшая Социальная Общественная Инфраструктура Без нормальных СМИ ничего не будет работать Поэтому Это же и бизнес Так же Понимаете CNN все равно Принадлежит олигархам А олигархи Лояльны власть CNN принадлежит кому? Олигархам Я не знаю Насчет CNBC Вот Вот Это важнейшая вещь Понимаете Ни в одной стране мира Нет такой вещи Что Ну кому принадлежит Скажите мне Администрация областная Да Наверное Газета кому принадлежит А нет Так Кто Я письманул Нет Ну Человек Главный Ему обязательно принадлежит Газета Есть владелец Там Албасной фабрики Ему обязательно Один человек Один и тот же человек Ну Прямой запрет Потому что мы считаем Что Особенно для России Запретить им владеть СМИ Вопросы Человек с миллионами Прям даже интересно Что за вопрос Сколько табличек Один давайте Экономическим форумом Или еще с кем-либо Не далее как вчера Встречался с представителем Московского экономического форума Не буду Ну экономист один довольно известный Не буду говорить его имя У нас есть с ними контакты Мы с ними со всеми Безусловно взаимодействуем И они очень хотят С нами взаимодействовать Потому что Они же что боялись Что я Ну претендую на то Что я единый Кандидат демократических сил При этом я сделаю Все то же самое Что сделали до этого Демократические силы А именно скажу Не надо трогать олигархов Они хорошие Они бизнес Нужно разрешить Им владеть СМИ Не надо вообще Никого там трогать Шевелить Давайте без радикализма Никого не сажать Ну вот эту всю дрянь С которой Якобы демократы Шли на выборы 17 лет Но моя программа Она Опирается Реально на Ну на нужды населения Она про Минимальную заработную плату Она О перераспределении Денег в социальную сферу Она О увеличении Здравоохранения Образования И поэтому Там большое количество Вот там вот есть Эта тусовка Вы знаете там Грудинин Жуковский Такие нормальные люди Потапенко То же самое Ну им там И хочется и колиться Но в целом Ну понятно что они Ну как мне кажется Находятся где-то На каком-то пороге Когда их симпатии Перейдут уже В какую-то Открытую форму Но в любом случае Мы безусловно С ними со всеми Сотрудничаем За что нас Многие критикуют Но мы стараемся Дружить со всеми А вот с Андреем Мовчаном Вы сотрудничаете? Ну мы сотрудничаем В плане того что Нас критикуют Иногда нас хвалят Мы взаимодействуем Мы смотрим Его отзывы На наши программы Он Работает в центре Карнеги Что я так понимаю Накладывает на него Ограничение Непосредственного Взаимодействия С политической силой Но конечно Мы на самом деле Сотрудничаем со всеми Более-менее Нормальными Известными экономистами С кем-то ближе С кем-то дальше Но мы сотрудничаем Со всеми Вопрос Алексей Вопрос такой Как ваши отношения К низовой политической демократии На региональном уровне И нет ли у вас планов Как бы Вот это наше Собственной программе Чтобы Люди в регионе Выбирали Только губернатор Абсолютно за Народовласти Это вот то О чем мы спорили Умный То есть я не считаю Что люди идиоты Я не считаю Что люди в России идиоты Я считаю Что коллективный разум И демократия Они позволяют Избрать чаще всего Нормального человека И безусловно Можно выбрать мэра Можно выбрать Начальников Всех населенных пунктов Я считаю Что низовой уровень Судей Как минимум Мировые судьи Шерифов Конечно Он может быть избран Людем Но Начальник полиции В России Не Ну вы мне скажите Вы бы Могли бы Выбрать себе Нормального Шерифа А подотчетного народу Человека Который отвечает За общественный порядок Нет Безусловно Я за это выступаю Я с этим шел На выборы мэра Москвы Про выборность судей И все остальное Это конечно Вот вы сказали Что 40% бюджета Государственного Тратится на армию И на полицию Легко сказать Что сейчас Большие зарплаты И поддержка И поэтому Ну такой вопрос Большая поддержка То К вопросу Они меня приволокли В автозак И начинают рассказывать Какая Правда Вчера была Омоновцам Почитайте Во-первых Зарплаты низкие Во-вторых Все живут в общагах В-третьих Перспектив получения квартир Ну то есть Так же как у вас Нет никаких Перспектив получения Ипотеки Под нормальный процент Нет никаких Бесконечных Работа Какая-то тупость начальства Нет никаких перспектив Если Там нету Какого-то папа Или дяди Нету И в этом смысле Полиция Такая же Нищета Как и все остальные В нашей стране Зарабатывают Миллионы долларов Но это Она точно так Голосовать за нас По крайней мере Я уже точно уверен Что все Кто меня когда-нибудь Задерживали И слушали Мою лекцию О том Как мы Изменим Россию Они проголосуют за нас Они хотят на самом деле Того же самого Они хотят просто Нормальной достойной жизни Полицейский Вы 25 лет Он женился Он что хочет Квартиру Под нормальный Ипотечный Кредит Там 2% годовых Как это можно оформить В Эстонии Или он хочет Служебную квартиру Но он хочет получать Какую-то зарплату Которая позволила ему Раз в год Свозить свою жену Там в Турцию Завести ребенка А сейчас ему даже Поэтому Это люди С такими же проблемами Как у нас И всех Это касается Друзья мои Не только полицейских А Каким бы он там Я не знаю Не надо обзывать никого Ни ватниками Ни колорадами Это все нормальные люди Они просто Хотя Рама им предлагает И только в нашей программе Есть на самом деле Ответы на самые важные вопросы И только у нас Как у политической силы Есть достаточное количество Поддержки Чтобы вести Нормальную Реальную Избирательную кампанию Друзья Спасибо вам огромное Мне нужно ехать В Иваново Волков Делайте мне страшные глаза Очень рад Что вы пришли Извиняюсь Что не ответил На все вопросы Очень рад был Вас видеть 12 июня Все встретимся На улице Какого-то города Спасибо Подходите